подруги привет добро пожаловать в тридцать девятую неделю почти что уже округленную и закончена в общем моей беременности счетчик тут у нас крутится и мы сегодня на тридцать девятая неделя и 5 дней по моему 5 дней до и мы подступаем с вами медленно но уверенно к 40 недели медленно жутко и как бы даже не уверенно но в общем как так не подкрадываемся и на этой неделе я просто вот сижу и думаю что где-то наверное мне кажется там в администрации беременных кто-то там сидит и надо мной просто издевается они смотрят мой канал и думают блин это баба как-то нам наскучила надо ей контента подкинуть и поэтому на 39 неделя мы устроим ей куськину мать потому что она как-то вроде не сильно страдает все у нее нормально и на фоне других как-то она выглядит сильно бодро поэтому мы в общем будем над ней сильно издеваться с одной стороны слава богу спасибо большое за то что без осложнений каких-то серьезных историй все-таки как-никак нужно смотреть правде глаза и в целом то все хорошо но но я вам скажу что вот это вот все что происходило в последнюю неделю это просто я уже как бы знаете ну в общем готова взбыть короче по очереди буду вам рассказывать значит началась тридцать девятая неделя вроде бы как бы я уже привыкла к своим болям значит раздвигающегося таза скривлению выкривлению моих ног когда одна коленка выше другой левая нога опухла правая вроде бы как бы вот похоже больше на костылью рядом с ней ну в целом вот такое вот прелестное мероприятие виде меня кривой косой огромный но это вот ладно еще я уже привыкла и вроде как бы но и более тоже я уже не понимаю болит у меня все либо это как-то так вот расплылось по моему телу я уже как-то более бодро и хожу его и и и значит вылезаю с кровати и передвигаюсь и как-то вроде бы ну в общем и тут подумала я но может быть не все так плохо и вдруг взялись так сказать за мою задницу конкретно и в переносном и в прямом смысле слова если помните весь первый триместр до середины где-то второго я мучилась адским дерматитом на моих руках и то есть уже было неважно что я ем что я не ем там глютен не глютен аллергены не аллергены неважно что было моем рационе то есть этот дерматит он не не проходил и не переставая меня мучил середине второго триместра он как-то быстренько ушел и все и я вздохнула и все супер и тут что вы думаете только я как бы немного подрасслабилась и подумала ну вот 39 неделя сейчас мой муж приедет сейчас мы быстренько тут родим и разберемся как у меня появился адический просто невыносимый дерматит на моей заднице причем на не на одной заднице на двух задницах ягодицы если у меня будет сильно настроение сегодня такое иронично я добавлю здесь картинки чтобы кто чтобы большинство из вас блеванула но в целом наверное не стоит мне кажется потому что это просто кошмар это вот такие вот кластеры просто вот дерматита таких вот волдырей которые чешутся так что я по ночам и в какие-то моменты в течение дня я просто готова содрать свою кожу оторвать свою задницу и просто уже невыносимо потому что ну блин это так чешется это такой кошмар и получается я не могу сидеть на жопе я не могу повернуться на живот и не могу лежать на боку потому что у меня бог болит и второй тоже и в общем я короче тут вот такая вот ребенку моему кажется очень сильно весело когда я хожу тут извините пол голая чтобы кожа хотя бы немножко ни с чем не соприкасалась он начинает тыкать своими игрушками мне в одно место ответственное где как раз таки это аллергия располагается и бегает и ржет надо мной и короче я вот просто в мучениях думаю ладно скоро мне к доктору пропишет мне какую-то мать q уже вроде бы последние недели ребенок на таком развитии что вроде бы уже нормально можно там и может быть антигистамины какие-то попить но в целом это просто жесть и вот значит второй день 39 недели я за своим значит дерматитом на задницу с ими кривыми косыми ногами блин с этим вот огромным животом значит уложила ребенка на дневной сон сажусь монтировать видеоролик 5 часов дня я думаю ну отличный день вроде все нормально и тут и чувство чувствую подтягивает меня думаю ну понятно тренировочные схватки это как бы нормально я к ним уже привыкла я уже как бы их отличаю то есть я понимаю что когда живот в принципе в центральной части просто напрягается и становится каменным потом попускает нет никакого регулярного ритма нет никакого паттерна то есть это просто там может быть раз в час может быть пять раз в час раз там я не знаю в две минуты не важно ну то есть это тренировочные схватки и в целом они больше дискомфортны чем болезненные все окей и тут у меня вот регулярность появляется и тут я смотрю каждые семь минут думаю интересно поглядываю на часы каждые пять минут интересно думаю надо включить таймер специальное приложение таймер схваток я начинаю отслеживать эти схватки течение от первого часа там где-то с пол шестого до пол седьмого и я понимаю блин что у меня вот уже программа даже выдает что у вас схватки каждые пять минут в среднем длина схватки минута и выскакивает такое прекрасное окошечко но как бы мы вам рекомендуем собирать ваши манатки и отправиться в роддом мало ли чё серьезно что ли блин вы чё серьезно как так я сижу и понимаю что что-то вроде не то думаю ладно но как бы в любом случае надо подождать вспоминая последнюю свою историю родов как бы рано в роддом не надо торопиться потому что если я туда приеду с одним каким-то сантиметром или без сантиметра вовсе меня отправят обратно и как бы это будет вот такая вот напрасная вечеринка я значит решаю что я буду сидеть и ждать на всякий случай написала мужу в санкт-петербург на всякий случай написала маме которая на работе всем короче написала у всех кипиш все что-то стресса нули как-то чего-то напряглись я значит такая нового не напрягать все нормально а я то это ну как бы ну спокойно все норм сумки тут подсоберу сейчас еще чего не положила ну и как бы потихонечку буду собираться поеду муж естественно не приедет ну и в общем так я просидела весь вечер всю ночь эти схватки меня реально беспокоили до где ты 4 5 утра то есть практически 12 часов причем регулярные схватки такие схватки которые ну знаете уже они были волнообразные то есть это не просто тринкс схватила отпустила а нет она волной накатывает то есть реально как настоящая схватка и тут я начинаю думать какие там предвестники родов были помимо схваток ну чтобы в комбинации как-то вот так вот понять первое то если у тебя отходит пробка твоя пробка у меня не отходит ни частями не в целом вообще никак могут отойти воды воды у меня тоже не отошли все нормально сидим дальше у тебя может организм сам себя очищать то есть ты по несколько раз день и типично можешь по большому хотеть идти в туалет тебя также может тошнить и ты вот в общем можешь чувствовать необходимость очиститься в общем натуральным способом для того чтобы организм твой был скажем так пустой в нужных местах и в момент когда ты будешь тужиться чтобы выходил ребенок а не все остальное что у тебя там организме есть после прекрасного ужина потом что еще могут быть симптомы такого недомогания ну типа как бы простуда небольшой и конечно же схватки и в идеале в идеале чтобы вот эти какие-то предвестники родов они были в комбинации если в комбинации со схватками которые опять же такие волнообразные когда у тебя изначально все начинается сверху живота потому что матка она же мускул и она сокращается она начинает сокращаться в большинстве случаев сверху для того чтобы как бы ребеночка про проталкивать вниз и помогать ему направляться в родовые пути ну и в общем и вот так вот по чуть-чуть вот эти схватки сверху вниз потом это может перейти и на нижнюю часть спины на нижнюю часть живота все это напоминает более премесячных и так далее просто это все более интенсивно должно расти по времени более близко эти схватки должны происходить ну и короче в общем все это должно прогрессировать куда-то а у меня как бы вот с точки зрения интенсивности дискомфорта и уже более это прогрессирует я как бы не сплю то есть за всю ночь я поспала наверное ну там часа три-четыре от силы потому что вот эти схватки они не давали мне реально спать и я такая думаю так что-то странненько уже странненько и где-то после четырех я уже думаю ладно надо ехать потому что в целом то ну как бы рабочий день сейчас уже школа начинается если я буду ждать там до семи и когда моя мама встанет то я попаду в адские пробки а если ехать там самой то в пробках сидеть не охота это вот схватки это дискомфорт это сумки ну короче я думаю может сейчас ехать провериться ну и в общем пока я вот так вот мучилась в сомнениях я чё-то подуснула и как-то решил ладно ну бог с ним раз уж как бы меня рубит я уже усну и буду спать и слава богу организм уж не пропустит ну и по итогу я проснулась утром и все все успокоилось я думаю ну окей значит это тренировочные схватки которые просто готовят организм может быть там шейка матки готовится может она становится там короче раскрытие появляется так далее и в целом вот такая вот история она может повторяться она может утихнуть на дни а может днями продолжаться и в целом но тут особо стрессовать и не нужно но весь последующий день для меня был просто адическим естественно потому что я не спала ребенок активный но чего нельзя о нем сказать сейчас короче весь день меня вот так вот мутузил и я вот прям было ну ужасно уставшие мне было жутко плохо мне сил не было вообще ни на что следующий день я уже вечером такая думаю все я укладываю ребенка спать наверное в этот день вечером кладу спать думаю на следующий день все будет хорошо вроде бы эти схватки меня не мучают я высплюсь все будет супер мать неудачница блин просыпается ребенок 12 часов где-то приблизительно плачет я к нему захожу он горячий и я понимаю что ребенка моего температура аплодисменты занавес это могут и серьезно блин у ребенка температура короче я меряю температура 38 и 4 я ему даю жаропонижающие все мероприятия по тому чтобы ребенка остудить короче он у меня остается спать и мы в общем вот всю ночь вот так вот мучаемся следующий день просыпаемся у ребенка температура но там уже прошли эти часы я даю ему еще раз жаропонижающий очень легко сбывается температура ребенок писать короче по всем признакам не надо никого вызывать никаких врачей вроде просто наблюдаем чтобы понять что это вообще зубы простуда ковид но я не знаю уже что на нашу голову еще свалится ну короче я будучи грешной женщиной признаю посещали меня ужасные мысли о том что это же самый прекрасный день за всю неделю потому что мой ребеночек лежит рядышком он не бегает он не носится он не залезает на все столешницы дома он не дергает меня за руку он каждые три секунды не зовет меня чтобы я там что-то ему вот прям делала помогала играла и вот это вот все вот это вот все он не тащит меня на улицу где он там только по грязи и пока кашкам стеллы возится ну короче я лежу такая думаю господи как же хорошо что у меня такой спокойный малыш он еще вот так вот калачиком забьется ко мне сидит себе спокойно и в общем ну как бы смотрим мы там какие-то мультики и просто вот весь день пьем водичку там пьем кефирчик и в общем отдыхаем положил его спать на дневной сон он с удовольствием ушел правда в своей кровати он поспал час пришел ко мне мне пришлось все закрыть но имеется виду занавески выключить и с ним вместе поспать дневной сон хорошо еще поспали в общем пришло время там 8 каких-то часов прошло жаропонижающие ему дать и тут закончился дневный сон проснулся мой ребенок бодрый без температуры веселый бегающий и я подумала черт когда там закончится действие этих жаропонижающих блин было же так хорошо ну короче в общем кидайте у меня помидоры я это расстроилась и короче уже муж звонит вечером говорит ну как вы там я говорю ну нормально хорошо и он будет ничего как мелкий я году нормально нормально я говорю это уже вечера он что-то приуныл уже жаропонижающий переставить действовать и он как бы присел температура ночью нас опять поднималась он плакал ко мне пришел но сегодня уже проснулся вот у него сейчас 37 то есть у него высокой температуры нет лекарства больше не даю дима иди к маме иди мою тучку своими сосочками да будь тучи ну в общем вот так вот мы уже как который второй день я котенок вот так вот в любви в общем и тусуемся конечно если шутки шутками серьезно то понятное дело что это ужасно что ребенок приболел нашу ситуацию это никоим образом не облегчит потому что ну как бы и ему плохо и вообще непонятно что происходит и мне как бы болеть сейчас наверное не стоит и собственно поэтому мы вот ну как-то начали таком и надеемся что все-таки нас принесет но пока слава богу никаких соплей ничего такого нету и на меня вот эта зараза тоже не перекинулась смотря на то что мы вот прям все время вместе и как бы это постоянно в обнимушечках и спим тоже в основном у рядышком вот так что вот такие вот великолепные происшествия вот моя тридцать девятой неделе сегодня приезжает арс то есть это четверг 9 число вечером наконец-то наконец-то приезжает арс мы с ним встретимся это конечно большая огромная радость для нас с рэмом но я не уверена что рэм понимает что как бы происходит но в целом очень круто что наконец-то мы дождались и наша папа приедет к нам всяко вместе нам будет веселее завтра пятница я еду в роддом значит мне нужно еще раз сделать узи посмотреть мои малыша во первых как он там развивается зависимости от того насколько он уже большой мы будем принимать решение стимулироваться или нет если стимулироваться то скорее всего в роддом будем уже для родов вот прям уже сумками отправляться в понедельник и плюс ко всему надо посмотреть мои костяшки как у меня там лобковая костью нет ли этого расхождения симфизита и так далее и все ли там в порядке раскрытия шейки матки ну короче сделать все необходимые мероприятия и проверки для того чтобы принять решение как нам дальше поступать и какой план по родоразрешению нам в общем принять и какого плана придерживаться плюс ко всему я вот поеду наверное 8 8 утра выезжая из дома приедет мастер поставит нам дверь наконец-то в комнату рэма так что все после родов уже когда мы вернемся малыш будет изолирована сможет более или менее спокойно спать и по крайней мере плач малыша я надеюсь не будет ему сильно мешать тоже по ночам спать ну и в целом я как бы будучи сильной эгоисткой недоматерью я поняла что есть у меня еще одна гениальная мысль о которой я вот просто вот ну которая не отступает от меня и вот чуть ли не мечта у меня скорее попасть в роддом потому что я понимаю что в роддоме мне будет лафа я буду лежать и я вот буду просто лежать понятное дело что младенец будет рядом но я как будто бы вот знаете на курорт в санаторий еду 3-4 денька и я вот там буду все будут надо мной носиться будут приносить мне еду я буду лежать таким не станет немного легче вот это вот как бы моя вот такая вот мечта идиота ой не знаю подруги как у вас там с вашей беременностью но у меня пока вот так вот я вот как-то настолько уже устала и настолько замаялась и как-то да говорят что 2 беременность быстрее проходит в какой-то момент мне действительно казалось что она проходит быстрее но блин сейчас она нифига быстро не идет она тянется просто ужасно и понятно дело третье триместр он тяжелый всегда но что-то как-то знаете фигачит меня слишком сильно со всех сторон реально как будто бы кто-то надо мной издевается и развлекается и каждую неделю думаю ну чё на этой неделе какие у нас аттракционы для этой давайте-ка ей подкинем веселушки ну и в общем вот я так и сижу себе тут и веселюсь с моим малышом да котенок я хочу уже с одной стороны быстрее родить другой стороны я понимаю что ну и правильно там другое начнется как бы легче то не будет просто будет другое ладно сейчас посмотрю что я тут еще хотела вам рассказать прелестного из того что со мной происходит на этой неделе но по-моему вроде бы я все рассказала и как-то наверно больше ничего у нас с вами не осталось без бессонница это понятно ой мамочки а имя ну конечно на же еще имя есть мы не выбрали у нас три имени осталось то есть это марсель грант и эйден и многие из вас не пишут и в комментариях и в инстаграме спрашивают ну чё там с именем мы ничего еще не определялись потому что как бы были заняты вот это все вот заварушкой арс приедет мы обсудим и я бы хотела на самом деле еще одно ему вычеркнуть что у нас осталось списке два имени с которыми мы уже будем работать когда малыш родится и конечно же после родов топовое имя которым по итогу выберем этого мы будем объявлять так что потерпите чуть-чуть я думаю что выпуск в субботу до получать в субботу мы с арсом что-нибудь совместно это запишем и попробуем выбрать два имени для малыша и надеюсь и вам тоже будет интересно так что следите за выпусками последующими мы сегодня уже будем наверное потихонечку отправляться на дневной сон до котенок будем ждать папу ну и в целом вот так вот выглядит наша тридцать девятая неделя моей беременности ну уже почти к 40 мы подобрались сейчас покажу еще вам мой живот живот мой выглядит вот так вот то есть у меня получается мне кажется он очень большой уже как-то вроде бы готов нет живот ты не готов еще отправляться в родном подруженцы в общем растем не понимаю он опустился или нет как-то он просто большой и большой но и в первый раз мне тоже не было непонятно как там живота эти опускаются не опускаются кстати тоже один из предвестников родов когда живот у тебя опускается у меня пока вот так вот такой вот он уже без пупка все ровно хотя у меня первый раз пупок он просто выровнялся и все так что вот так вот подружки такая я прелестница ну все подружки давайте желаю вам доброго дня держите за нас кулачки в целом то у нас все хорошо и классно мы просто держимся просто держимся и принимаем все наши вот эти вот развлечения каждой неделе прям вот молодцом или особо то и не жалуемся и в общем полны сил энергии и в общем не намерены сдаваться до котенок пожелайте раму скорейшего выздоровления я очень надеюсь что это может быть последний наши четыре зуба да вот мы уже будем отправляться как я уже сказала на дневной сон сегодня с вами прощаемся и увидимся с вами в следующем нашем видеоролике сегодня это все пока подружки и скажи пока пока у тебя зубрику маленький мой ты будешь